представьте пожалуйста да здравствуйте меня зовут анастасия мне 39 лет во франции я уже живу 2002 года то есть около 18 больше 18 лет я приехала сюда учиться на правом факультете его закончила прошла национальный общий конкурс для адвокатов и практикую в качестве адвоката уже больше 10 лет в основном я специализируюсь в области страхового и морского права транспортного логистики но последние два года учитывая что некоторые друзья ко мне обращаются друзья друзей и так далее даю консультации помогаю людям в области миграционного права и как это сейчас во франции очень можно модно называть и помогаю людям в частности которые хотят бизнес франции либо помогаю людям которые по тем причинам не могут переоформить и оформить получить первое свое вид на жительство здесь во франции либо годовой либо четырехгодичный либо десятилетнюю карту резидента европейского союза по таким вопросам ко мне часто стали обращаться последние два года понял вопрос чем для гранта я большой фанат франции почему потому что здесь как мне кажется огромные возможности для молодых людей я очень всегда всем рекламирую на францию почему в общем-то этот выбор когда я сейчас поехал учиться именно сюда почему потому что образование она фактически бесплатно сейчас она становится чуть более дороги чем это было 20 лет назад в мае время 20 лет назад это было 200 евро сейчас это около 2000 правовой факультет но это же понимаете не сравнимо с теми которые платят студенты которые едут учить в Америку Англию в Швейцаре на мой взгляд образование по качеству оно ничем и хуже и дает абсолютно те же самые возможности как образование английской, американской или швейцарской все мои коллеги с которыми учились а это и русские и русские и украинцы они сейчас работают в общем-то в Европе и в больших крупных компаниях фактических и ничего не хуже для тех кто учились в англоязычных странах поэтому на мой взгляд это очень здорово почему еще это здорово потому что опять же вопрос денежный вопрос еще в том вопрос денежный самый главный наверное но в том что и студент французский и любой иностранный студент имеет право здесь на большие льготы в плане транспорта в плане еды в плане жилья студент иностранный может здесь учиться во время учебы что я делала собственно говоря после учебы можно найти работу в рамках если я не ошибаюсь сейчас 40 или 50 часов в неделю то есть это дает возможность прекрасно работать и официантом и бебиситером не получает разумеется никакого разрешения работы потому что студенческий статус дает эту возможность таким образом люди которых я знаю лично закончили здесь юридический факультет я буду говорить за юристов но я также знаю и экономистов и фактически обеспечивали себя сами работая после уроков после курсов занимаемся допустим либо в отеле на телефоне ресепшен либо бебиситер либо либо я не знаю другая либо официант то есть это все возможно совмещать именно вот франция на мой взгляд дает эту возможность студентам совмещать давая огромные для этого льготы как я уже сказала на жилье на транспорт на все вот собственно говоря в чем интересно и сейчас последняя реформа французского законодательства они безумно интересны для студент на мой взгляд почему потому что юрий студент любой который закончил учиться здесь иностранец он имеет право получить на годовое жительство после окончания своего 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 учеба этот годовое жительство по звуку называется поиск работы поиск работы позволяет ему остаться год во франции искать работу и работы и он дает ему уже и право на работу и на поиск работы за год скажем так человек должен найти работу но как правило если человек он здесь отучился и он мотивирован то работу он находит вокруг меня все кто захотели остаться в франции нашли работу которую они хотели и фактически в чем разница сейчас и десять лет назад что десять лет назад например когда я заканчивала нужно было получать разрешение на работу в министерстве рабочей силы в министерстве так называемой иностранной рабочей силы сейчас такого нет сейчас студент который отучился во франции он имеет право получить это это разрешение но очень облегченным условиям то есть ему не не будет противопоставлено такое например такой критерий как на эту работу должен подать француз и тогда если француз не берем берем вас например швейцария есть насколько я не ошибаюсь до сих пор такое нужно взять на пять швейцарцев по-моему чтобы взять одного иностранца здесь такого нет то есть сейчас студенты которые заканчивают здесь они практически рынок трудооткрыт обучение как проходит можно ли учиться в английском языке если не дальше да вы знаете очень много легенд в этом смысле по поводу французов которые только говорят на английском и вообще здесь никто не понимает английский как все легенды я бы хотела их развеять потому что знаете иногда смешно слушать когда там думают что в россии ходят медведи по улице но все ходят в шамках да в шамках здесь то же самое говорят про французов которые ничего не смыслят в английском но я не согласна есть очень много программ которые на двух языках вот я знаю по я и в натере есть программа мастер называется по-русски мастер мастер дегри которые подразумевают учебу на двух на английском по экономике например английский французский немецкий я знаю одного студента знакомых которые учатся на такой программе то есть это все есть есть по евроам по праву евросоюза есть очень интересные программы где можно учиться два года здесь два года в германии это и размозят наверное размозят все но конечно сказала бы я вам так же таким образом что все таки приезжая во францию и думаю что ты будешь учиться на английском наверное это не целесообразно тогда уж лучше ехать да в англоязыче да но почему мне кажется что я встречала таких людей которые приезжают два года живя во франции не говорят по-французски я никогда этого не понимала мне кажется что сегодня социальная жизнь насколько богата и можно встретить людей для общения любых национальностей если же приезжая во францию я например не вижу для себя интереса но я так рассуждала по своему характеру например найти здесь русскую как русскую общину и скажем так общаться только с русскими но я думаю на основе это не интересно как например я не понимаю тех же французов которые едут учиться в оксфорд и общаются там только со своими социальной отечественниками я считаю что это неинтересно и если вы приезжаете во францию конечно если вы хотите работать потом во франции нужно знать язык это не такой сложный язык на мой взгляд который нельзя выучить приложив к этому какие-то усилия минимальные там за три-четыре месяца до приезда в страну я знала может быть это одна языковая группа я знала девочку студентку из португалии которая приехала сюда с мужем мужем урокова который был доктор в неврологии и проходил здесь свою интернетскую программу и она выучила французский за три месяца на курсах и в сентябре мы с ней учились вместе в одном потомке она говорила через три месяца за спокойным французском то есть у всех разные способности но тут мне кажется зависит отличная мотивация при все-таки приезжая во францию мне кажется было бы ну жалко что ли не учить сразу сказать для меня это естественно если бы я поехала в германию наверное я бы наверное выучила бы в немецкой очень быстро но все люди разные понял вопрос допустим в соединенных штатах или в канаде или в странах евросоюза я всегда встречал такую практику когда можно допустим я еду учиться со мной вместе есть супруга по другой дизайнере из этой дети это все верно здесь тоже самое есть студент который здесь он может это называется так как мы фамилияли вы можете переводить на русский язык объединение со своей семьей да это фраза международная конвенция по правам человека статья 8 это конвенция предусматривает лищее право на смену жизни и это право очень уважается французскими судебными инстанциями эта конвенция по правам человека она имеет непосредственно влияние на французское право она применяется непосредственно впрямую как говорят французские юристы и в данном случае даже студент он имеет право на личную жизнь но при условии на личную семейную жизнь он может привести семью детей если мы сейчас будем студентом это рабочий человек который работает но конечно здесь есть определенные критерии то есть необходимо если вы приводите жену у вас должно быть хотя бы 22 метра жилья и вы хотя бы должны доказать что вы имеете право что вы можете на что-то жить да но это право это документу даст право жене на работу работать то есть она сможет здесь работать то есть это все возможно и скажем так как наверное в любой стране чем лучше у вас условия жилищные чем лучше у вас ситуация финансовая тем вам это сделать проще это наверное естественно но это закон такое право и это все а супруга может быть в этой категории да да это называется витривей фамилия частная или семейная жизнь и она имеет право будет иметь право здесь работать то есть полноцем обучение да да конечно вот людей интересует сколько допустим студенты могут зарабатывать здесь обучаясь на подработках сколько зарабатывать вы знаете сколько зарабатывать в зависимости от часов по-моему сейчас это возможность в рамках 40 часов в неделю если я не ошибаюсь когда я была это нужно проверить сразу точно не скажу я когда работала это было два